Технологии не стоят на месте. Современные двигатели и моторы впечатляют людей своей сложностью и поразительной мощностью. Нам еще более интересны устройства, которые установлены в поездах и самолетах, и мы зачастую хотим знать, как именно они работают. Перед вами список из пяти самых огромных и сложных моторов в истории. General Electric GE90 Разработанный дочерней компанией General Electric, General Electric Evolution, двигатель GE90 – это один из самых больших авиационных двигателей в истории. Он установлен на борту Боингов 777 и благодаря ему эти самолеты каждый день по много раз пересекают океан. Стоимость разработки этого замысловатого устройства составила 2 миллиарда долларов. Такая огромная сумма обусловлена тем, что конструкторы разработали многие из узлов двигателя с нуля и не прибегали к усовершенствованию старых технических решений. GE90 берет свое начало от программы NASA по разработке энергоэффективных двигателей, начатой в 1970-х годах. Первый самолет с новым мотором был запущен британскими авиалиниями в 1995 году. Успех этого двигателя был таким оглушительным, что его турбину выставляли для показа в музее движущегося изображения в Нью-Йорке. Но на этом история удивительного двигателя не заканчивается. Его новая модель GE9X уже проходит испытания и вскоре будет сертифицирована. Этот авиамотор сможет развивать тягу в 45 359 килограммов и предназначается для использования на самолетах Boeing серии 777X. Четыре таких двигателя сравнятся по мощности с космическим шаттлом. На GE9X установлена турбина диаметром 3,35 метра. В разработке нового детища компании General Electric были использованы технологии 3D-печати. Многие компоненты устройства сделаны из углеродных волокон и композитных материалов, что уменьшило вес и увеличило жаропрочность двигателя. Отмечено, что он может нормально функционировать при температурах от 1300 градусов по Цельсию. Пратт-энд-Витни Р-43-60 УОСП «Мейджор». Начало разработки этого двигателя пришлось на 1942 год, в разгар Второй мировой войны. Он предназначался для укрепления авиации союзников в войне, но производитель не успел его закончить к 1945 году. Р-43-60 УОСП «Мейджор» был установлен на стратегический бомбардировщик Boeing B-50 «Суперкрепость». Это самый большой авиационный поршневой двигатель, серийно выпускавшийся в США. Поршневые моторы преобразуют давление, которое создает двигатель внутреннего сгорания во вращении турбины, что и приводит самолет в движение. В Р-43-60 установлено 28 цилиндров с воздушным охлаждением. Длина этого мотора 2,45 метра, а диаметр 1,4 метра. Несмотря на внушительную мощность в 3650 л.с., это относительно компактное и легкое устройство весит 1544 килограмма. После каждого полета Р-43-60 требовал технического обслуживания. Создаваемые в процессе работы мотора вибрации откручивали боты, которые надо было подтягивать после каждого вылета. В дополнение к Boeing B-50 двигатель Р-43-60 был установлен на самолеты Boeing C-97, Douglas 2-124, Fairchild C-119 и Conver B-36. Хотя двигатель Р-43-60 УОСП-Мейджор и не смог поучаствовать в войне с нацистами, он внес неоценимый вклад в развитие военно-воздушных сил США. Вертеля Зульцар РТА-96С Большие контейнеровозы перевозят по морям нашей планеты миллионы тонн грузов каждый год. Двигатели этих гигантских кораблей отличаются своей простотой и большими размерами. Финская компания Вертеля в 2006 году представила рынку свой высокомощный и энергоэффективный дизельный мотор РТА-96С. Это самый большой поршневой двигатель в истории. Предлагаются различные варианты комплектации, в которых может быть установлено от 6 до 14 цилиндров. РТА-96С 13,5 метров в высоту и 26,5 метров в длину. Это устройство отличается действительно огромным весом – в 2300 тонн. Один только коленчатый вал РТА-96С весит 300 тонн. Внушительный двухконтактный турбокомпрессионный двигатель способен развивать мощность в 107 390 лошадиных сил, что однозначно делает его одним из самых мощных моторов, созданных человеком. Специальная турбина нагнетает воздух в камеру сгорания и увеличивает коэффициент полезного действия устройства. Только представьте, 14-цилиндровая версия мотора РТА-96С потребляет 7546 литров дизельного топлива в час. В двигателе установлена аккумуляторная система подачи топлива. Дизель под высоким давлением впрыскивается в топливную камеру цилиндра, что положительно сказывается на экономичности мотора. При конструкции РТА-96С инженеры старались учесть все жесткие требования по вибрации, необходимой долговечности и надежности, которые выдвигаются к корабельным двигателям. Разработчики устройства прибегли к ряду необычных технических решений, направленных на то, чтобы минимизировать нагрузки на различные узлы этого сложного механизма и максимально эффективно распорядиться его мощностью. Их усилия оказались не напрасны, и им удалось создать надежный и мощный мотор, достойный стать сердцем самых больших кораблей, созданных человеком. Union Pacific 4014 Если вы думали, что эпоха паровых машин давно в прошлом, и что сегодняшние паровозы — это лишь реликвия давно прошедшей эпохи, то вы точно не слышали о Union Pacific 4014. В 1941 году американская локомотивостроительная компания построила серию этих паровозов, которые быстро прославились среди любителей железнодорожного транспорта. Легендарный четырехцилиндровый локомотив, работающий на угле, стал известен как «здоровяк». Никто не знает точно, почему его так назвали. Есть мнение, что один из сообразительных рабочих написал это слово белой краской на боку паровоза. И это прозвище прижилось, ведь поезда этой серии действительно отличаются внушительными размерами. Union Pacific 4014 — 40,5 метров в длину, 3,5 метра в ширину и почти 5 метров в высоту. Всего эта махина весит 567 тонн. Если бы вы захотели построить такой локомотив сегодня, то эта затея обошлась бы вам в 100 миллионов долларов. Сейчас на ходу остался только один экземпляр этого удивительного поезда, который снова возит пассажиров после продолжительной реставрации, длившейся несколько лет. Осевая формула паровоза 4884. Это значит, что спереди установлено 4 направляющих колеса, посередине 8 ведущих колес и сзади еще 4 замыкающих колеса. Главной задачей Union Pacific 4000 серии была транспортировка грузов по Среднему Западу Соединенных Штатов. Поезда также принимали участие в перевозке пассажиров и одно время ходили до самого Лос-Анджелеса. Отличительной чертой этих локомотивов является их высокая надежность и долговечность. Некоторые из них проехали за срок своей службы миллионы миль. В 1946-х, в 1948-х годах была предпринята попытка снабдить поезда дизельной силовой установкой, но она не имела успеха. Среди железнодорожников Америки паровозы серии Union Pacific 4000 пользуются по-настоящему незапятнанной репутацией. Только один здоровяк был списан по причине износа. Мало какие образцы техники смогут похвастаться такими же впечатляющими результатами. Недавно отремонтированный Union Pacific 4014 снова встал в строй и показал, что может легко выполнять возложенные на него обязанности. Сегодня это единственный работающий паровоз на планете. Неплохой результат, учитывая то, что его списали в 1959 году. С 1961 года этот удивительный поезд был выставлен в музей железной дороги и локомотивов. Невероятно, но здоровяк снова вернулся к работе после продолжительного отпуска, который длился десятки лет. Этот поезд служил вдохновением для японских авторов аниме «Галактическая железная дорога», которая увидела свет в 2003 году. Холиэйт Х-12МВ До сих пор мы говорили о механизмах, которые работают на угле, бензине и дизельном топливе, что, конечно, негативно сказывается на состоянии окружающей среды. Но люди постоянно предпринимают попытки улучшить что-то в этом направлении и ищут способы добывать энергию безопасно для экологии. Об одном таком устройстве мы вам сейчас расскажем. Холиэйт Х-12МВ – это самая большая и мощная прибрежная ветряная турбина. Она вырабатывает на 45% больше энергии, чем любая другая установка подобного типа на планете. Высокопроизводительный генератор мощностью в 12 МВт управляется с помощью компьютера. Холиэйт Х-12МВ отличается внушительными размерами. Высота установки составляет около 260 метров, а диаметр ротора – 220 метров. Основной проблемой таких устройств всегда была их низкая эффективность в безветренную погоду. Огромные лопасти длиной 107 метров призваны решать эту проблему. Дизайн турбины был специально разработан датской компанией ML Wind Power с целью улучшения энергоэффективности установки и повышения ее коэффициента полезного действия. Можно уверенно заявить, что Холиэйт Х-12МВ – это новый виток в развитии возобновляемой энергетики. Но насколько именно она мощная? Создатели отмечают, что энергии турбины достаточно, чтобы питать около 16 тысяч домохозяйств в округе. Эта супертурбина будет вырабатывать 67 гигаватт-часов в год. Еще одна цель разработки, отмечают конструкторы, – это показать потребителям, что ветер может стать важным источником энергии. Применение правильно спроектированного оборудования – это все, что для этого требуется. Использование умных технологий и тщательно разработанный дизайн могут снизить стоимость турбин на 26 миллионов долларов. В наши дни качество жизни поддерживают невероятно большие двигатели и механизмы. И похоже, что для них открыто большое будущее. Современные тренды по использованию в возобновляемой энергетике начинают диктовать свои правила, поэтому нас ждет еще много изменений. Спасибо за просмотр и до скорых встреч!